Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. Вчера в подмосковном Алабино состоялась торжественная церемония закрытия армейских международных игр. В этом году 28 конкурсов объединили участников из трех десятков государств. Белорусская сборная боролась за медали в 13 дисциплинах. О наиболее зрелищных моментах армии 2017 расскажет Илья Лискевич. На армейских играх статистов нет. Буквально все приехали бороться за призовые места. Белорусские команды медали добывают в разных странах и часовых поясах. Одна из самых горячих точек армии находится в Астраханской области. Полигон «Ашулук» приветствует жарой в 40 градусов и конкурсом «Ключи от неба». Лучшие расчеты зенитных ракетных систем уже завершили четыре этапа, в которых состязались водители. Затем производили заряжание установок, а также маневры в составе дивизиона. Сегодня пятый, самый зрелищный и важный этап, в котором расчетам предстоит отражать удары воздушного противника. В этом году наиболее сложная мишена-отпановка, реальная боевая стрельба. По ракетам мишени «Мармавир», «Бикас», «Стриж». Оценка результатов складывается, кто больше поразит мишеней. «Стражи неба» из Бреста, а именно они представляют белорусскую ПВО на конкурсе, вновь подтверждают высокий класс. Несколько первых мест в индивидуальном зачете выводят отечественную дружину в лидеры и обеспечивают место в финале. Белорусские расчеты выступили очень достойно. Вы видите, что в номинации в вождении боевых машин наш механик-водитель занял первое место. Ну и боевые расчеты сегодня работали в сложнейших условиях, температура 40-42 градуса, а в боевых машинах она еще больше. Мишени сложные, я работаю доволен, поэтому я хочу сказать спасибо нашим боевым расчетам, что они достойно представили Республику Беларусь на столь показательном и значимом конкурсе. Поздравив расчеты с классной стрельбой и серебряными медалями, съемочная группа ВНТВ спешит сменить климатические условия практически на 25 градусов, направляясь к военным инженерам. В Западной Сибири Цюмень стала ареной для международных баталий. В рамках армии 2017 здесь проводятся две дисциплины. Если в инженерной формуле белорусы взяли серебро, то исход конкурса «Безопасный маршрут» решается прямо сейчас. Инженеры работают ювелирно, прочесывая каждый метр заминированного поля. Затем в дело вступают расчеты путепокладчиков БАД-2. Они засыпают рвы на участке движения колонны. Завершают маневр специалисты на машинах ИМР-2, филигранно устанавливая бревна, подготовленные шурфы и расчищая проход в огненную завалю. Достаточно серьезная команда подросла в профессиональной подготовке. Очень приятно выглядела, достойно, учитывая то, что они выполняли задачу на технике Российской Федерации, уже новой техники. То есть им нужно было и освоить ее, и, соответственно, конечно, применить в ходе выполнения задачи. Достойные команды, достойные соревнования. Весь этап проходит под рев трибун. Интригу вновь создает белорусско-российское соперничество. Расчеты идут, что называется, «ноздря в ноздрю». Наиболее сложным является соперная отделение. Команда шла, дыша в спину российской команде. Я считаю, что на данном этапе команда со своей задачей справилась. Я очень высоко ценю действия наших военнослужащих, особенно в плане слаженности действий расчета. Второе серебро, скажем так, мы в обоих конкурсах, в которых участвовали, позволили себе обойти нас только сборным командам инженерных войск вооруженных сервисов и федераций. Не подводят и армейские повара. С первых этапов кулинарного конкурса они прочно обосновались в тройке лидеров. Тесто, как правильно замесить его, ну, вложить туда, ну, как бы, доброту и любовь, как говорится. Должна быть вложена туда искорка какой-нибудь любви души. Огневая, приготовление пищи по произвольной рецептуре, выпечка хлеба, мастер-класс. В итоге у наших поваров серебро. Мы делали свои блюда, выпекли каравай, пирог с яблоками, булочки. Бесположка с изюмом была, мара, булочка, та самая белорусская, наверное, мара, если перевести, то мечта получается. Тем временем, недалеко от Алабина кульминации достигает еще одно состязание с участием белорусской команды. В подмосковном Дмитрове сейчас проходит финальный этап конкурса «Верный друг». Каждый из участников преодолевает 1600 метров с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки. Во время введения огня собака должна находиться, не шелохнувшись у левой ноги кинолога. В противном случае результаты не засчитываются. После индивидуального биатлона, этапа защитная служба и 300-метровой полосы препятствий белорусские специалисты поднимаются на птицестал почета. Я хочу сказать большое спасибо тренерскому составу. Большое спасибо хочу сказать всем военнослужащим, участникам команды, ну и естественно служебным собакам. Они смогли собраться. Они показали все свои наилучшие качества. Они чувствовали, что Республика Беларусь, все военнослужащие, граждане нашей страны болеют за нас. Мы не могли подвести и показали сегодня первый результат. Ура! Высок градус накала и на главной площадке армии. Алабина. Жемчужина армейских игр. Танковый биатлон. После третьего заезда нашего экипажа под руководством капитана Дмитрия Артемочкина белорусская команда продолжает оставаться единственной со стопроцентным поражением мишеней. Снайперская точность вкупе с мастерским вождением позволяет обойти дружину из Китая и выйти перед эстафетой на второе место. В полуфинальном заезде наши соотечественники становятся первыми, отрываясь от ближайших преследователей на пять минут. Мы не только свои заезды анализируем, мы наблюдаем и за нашими соперниками. Стараемся не допускать нарушений, которые у них получаются. Мы проводим занятия на макете. Уменьшенная копия трассы, где каждый член экипажа докладывает свои действия, где-то корректирует, подсказывает. Итоги танкового биатлона, а также анализ результатов других конкурсов армии станут одной из тем следующего выпуска «Арсенала». Подробную информацию о ходе игр и эксклюзивное видео можно найти на сайте телекомпании Воен-ТВ. Армейские международные игры принимали на своей территории сразу пять стран. В Минске прошел конкурс «Воин Содружества». Это был недельный марафон для представителей четырех государств. Об этапах «Эрудит», «Снайпер» и «Атлет» мы рассказали в прошлой программе. Два заключительных экзамена состязаний стали решающими. Подробности у Сергея Чуракова. Пожалуй, наиболее зрелищное испытание турнира «Профессионал». Полукилометровая дистанция вобрала в себя десятки препятствий, с которыми военнослужащие сталкиваются в ходе боевой подготовки. Отряд препятствий, которые позволяют оценить возможности военнослужащих в различных физических качествах, а также выполнение нормативов по рационно-химической и биологической защите, навыки военнослужащих в разборке-сборке оружия, конкретно автомата К-74, а также выполнение упражнений стрельц из К-74 по появляющейся целям на разных дальницах. Казалось бы, за месяцы тренировок участники довели свои навыки до автоматизма. Однако далеко не каждому удается победить волнение. На диване завозился с полукольцами немножко, стал растерялся, не получается, не получается, ну, потом вроде собрался, отдел, ну, а дальше, как бы, в принципе, по дистанции все было хорошо. После того, как половина полосы пройдена, это порядка 250 метров, и под в буквальном смысле застилает глаза, участника встречает рубеж для метания холодного оружия. Два ножа и саперная лопатка. Нас тренировали, учили, что нож надо почувствовать. Когда ты его чувствуешь, он уже как по маслу втыкается. С первым разом у меня не настроилась, а второй раз уже договорилась сама с собой, внукнула и попала. Особо напряженная борьба развернулась между девушками. Россиянка Лилия Даутова и представительница Казахстана Людмила Губарева не уступали одна другой ни секунды. Сначала, конечно, меня взбудоражила маленечко стена. С первого раза я ее не преодолела, но потом собрала все силы в кулак. Особенно помогли мне мои парни. Мы в команде уже достаточно долгое время вместе тренируемся. Услышала их и крики, воплилили, да, Лиля, давай. И со второго раза она мне покорилась. Несмотря на упорную борьбу, результат всех девушек оказался далек от белорусского. Анна Ковалевская обошла ближайшую соперницу практически на минуту. Просто в голове думала каждый элемент, как его надо проходить правильно, чтобы быстрее время было. Пошлось с трудом, потому что жарко было, волнение, хотелось показать лучший результат, чтобы команду свою не подвести. Победа в профессионале закрепила за Анной статус абсолютного лидера соревнований. Как утверждают участники Международных армейских игр, конкурс «Воинсодружество» самый сложный. Помимо хорошей физической подготовки и профессиональных навыков, нужно иметь богатый багаж знаний для того, чтобы участвовать в конкурсе «Эрудит», ну и, конечно же, иметь смелость выйти на сцену перед публикой. Мне очень повезло, что я выступал в начале третьем, потому что, если бы я дольше ждал, я бы точно перегорел. Ужасные волни, просто непреодолимые. Но собрался, вышел и рассказал. На все 100%, как я считаю, выложился даже на 110, потому что я до сих пор еще трясет. Вы знаете, я даже сам удивился, я посмотрел весь этот, я бы сказал, даже концы уровень, мне понравился. Вот, кажется, да, стихи читать. А это довольно-таки сложно. Сразу видно нутро человека. И у ребят это творческое нутро было и есть. Безоговорочным победителем в конкурсе «Кавалер Сударыня» стал белорус Сергей Колесников. Под собственный аккомпанемент он исполнил песню «Родина» Сергея Трофимова. Вместе с участником пел весь зал. Передал все свои эмоции. Каждое слово проработал. Передал это слушателю. Я думал, они чувствовали то же, что я, когда исполнял эту песню. Общая тенденция в ходе выступлений – обращение к единому прошлому стран-участниц. Впрочем, организаторы постарались, чтобы это объединяющее начало стало ледь мотивом всего конкурса. Это соревнование, я думаю, и укрепляет именно взаимодоверие между нашими странами. Поднимает мастерство. Вот их профессионализм. Какое-то впечатление, естественно, остается. Ну и, естественно, ребята уже, наверное, переписываются. Сейчас, знаете, век, 21 век технологий. Поэтому друг друга знают уже для друг друга, уже как родные братья. По итогам конкурса в упорной борьбе победила белорусская сборная. Это первый командный кубок армейских международных игр, который завоевали наши соотечественники. Это является ярким подтверждением того, что вы исключительно профессионально подготовленные военнослужащие. И можете свободно говорить о том, что вы лучшие. Вы действительно лучшие. Этот конкурс является ярким подтверждением дальнейшего роста взаимодействия и сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Этот конкурс является ярким подтверждением того, что мы развиваем и укрепляем это сотрудничество на благо наших народов, на благо безопасности мира, на благо дружбы и процветания наших народов и наших государств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Демилитаризованные боевые машины, кунги, понтоны, автомобильная техника и комплектующие, ассортимент армейских выставок продаж привлекает все более широкий сегмент покупателей. В народном хозяйстве уже распробовали и по достоинству оценили технику с военным прошлым. На первой в этом году распродажи побывала Наталья Гаврусик. Выставка в Березе открывает сезон продаж, выслуживший свой ресурс техники. В прошлом году благодаря ярмаркам удалось заработать более 100 миллионов рублей. И сегодня ажиотаж среди покупателей значительный. Приехали они сюда из разных уголков Беларуси, чтобы изучить ассортимент, сравнить цены и найти применение агрегатам и комплектующим, которые в армии свое уже отслужили. Каждая проводимая нами выставка говорит о том, что актуальность использования техники и имущества в народном хозяйстве, которое реализовывает Министерство обороны, остается высокой. На каждой выставке мы преследуем две цели. Как провести рекламу продаваемого имущества, так и выручить определенные материальные средства. Это бюджетные средства, и они идут на содержание и развитие материально-технической базы вооруженных сил. Если первыми посетителями армейских выставок были в основном представители крупных организаций, то сегодня среди потенциальных покупателей и владельцы малого бизнеса, и директоры предприятий, и работники сферы обслуживания. Дело не только в хорошей рекламе. Информация о торговой площадке с приятными ценами и качественным товаром распространяется быстро. Зашли на сайт, на сайте все посмотрели, все увидели. Много интересного, кстати. Очень нам нужен еще понтон. Для тех, кто не привык заниматься закупками через интернет, военные присылают приглашение к участию в распродаже через местные органы власти. Узнали из письма министра обороны, которое было направлено по местным исполнительным органам. Изучили, посмотрели, решили проверить, что это такое. Сейчас не каждый может купить другостоящую технику, поэтому это большой плюс. Интересно, я даже жалею, что так поздно узнали, что пропустили первые 14 выставок. Новая жизнь армейских агрегатов часто продолжается на предприятиях, занимающихся перевозками. Военную технику выбирают за надежность и износа устойчивость. Приобретаю неоднократно, уже раньше приобретал. Почему? Потому что техника надежная, и она несет экономические выгоды. Дело в том, что если мы вспомним, когда эта техника создавалась, она создавалась при присутствии военпреда. И то, что хотелось для армии, оно было более качественное. Оформить покупку или забронировать любой агрегат можно прямо на месте. На площадке работают специалисты предприятия «Белспецконтракт». Следующая распродажа пройдет в октябре в Осиповиче. В Гродно прошел открытый чемпионат белорусской армии по парашютному спорту. Пообщаться с именитыми спортсменами и шагнуть вместе с ними в голубую бездну отважилась Светлана Смык. Семь часов утра на старейшем белорусском аэродроме Королино профессионалы армейского парашютного спорта. На счету каждого тысячи прыжков. Все настроены только на высшую ступень пьедестала. Для нас, как военнослужащих, эти соревнования значат подведение итогов нашего тренировочного процесса. Это очередной зачет для каждого, для наших тренеров, которые тоже оценивают. Один из этапов соревнований – акробатика. Спортсменам нужно в свободном падении выполнить комплекс упражнений. Какое именно – объявляется незадолго до старта. Судьи оценивают скорость и четкость движений. Свои коррективы вносит и погода. К сожалению, мы попали в не очень хорошие метеорологические условия. Ветер превышает пределы. Часто приходится предоставлять спортсменам перепрыжки. И поэтому, конечно, для судейской бригады бывает немного сложно определить, имеет спортсмен право на перепрыжку, не имеет. В парашютном спорте крепкие нервы – половина успеха. Обязательное слагаемое хорошего результата, отличная физическая форма и самоконтроль. Каждый раз думаешь, чтобы подтвердить результат, сражаешься со своими эмоциями, мыслями, анализируешь погодные условия, соответственно, смотришь и на противников. Очень важны физические качества. Особенно в акробатике, потому что нужно вот в этом потоке воздуха держать плотную группировку. А для точного приземления важно виртуозно управлять парашютом. Спортсмены приземляются в небольшой круг. Электронные датчики сразу же фиксируют результат. Если на табло ноль, прыжок выполнен идеально. Ноль у меня не получилось сделать, но я был близок. Я дал один сантиметр. Это тоже очень хороший результат для сегодняшних погодных условий. С высоты птичьего полета площадка для посадки выглядит как маленькая монета. Поэтому спортсмены годами оттачивают точность приземления. Сегодня я решила проверить, действительно ли так сложно с высоты в несколько тысяч метров попасть в круг диаметром 16 сантиметров. Прыжок совершим в тандеме. Это значит, что управлять полетом будет опытный инструктор. Сейчас мы экипируемся и готовимся к моему первому прыжку. Шагнув с борта на высоте 3 километра, в свободном падении находимся около 40 секунд. Для меня целая вечность. В небе вообще непонятно, как можно приземлиться в маленькую точку. Такое мастерство приходит только с опытом. Я больше никогда не буду спрашивать у парашютистов, что они чувствуют. Потому что на самом деле, я просто не описать. Мы это сделали. А для спортсменов в этот день важны были не эмоции, а результат. Лучшей показала сборная сил специальных операций. У десантников серебро в акробатике и золото в точности приземления. В Кыргызстане завершились вторые военно-спортивные игры дружественных армий стран СНГ. В международных соревнованиях приняли участие военнослужащие из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. О состязаниях и медальном зачете в репортаже Ивана Михайлова. На старт вторых военно-спортивных игр СНГ вышли более 300 спортсменов. Белорусская сборная представлена во всех дисциплинах, заявленных организаторами. Это армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье, офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия. Ребята, прежде чем попасть в основной состав нашей делегации, проходили не только соревновательный отбор, но еще дополнительно с ними проводили тренировочные сборы. Приоритетные виды это гиревой спорт, многоборье, новые командирские старты. Впервые военно-спортивные игры дружественных армий прошли в 2015 году на территории России. Сегодня военнослужащих из шести стран собрал Кыргызстан. Соревнования проходят на базе учебного центра Эдельвейс в горах на высоте порядка 1700 метров над уровнем моря. При этом столбик термометра здесь постоянно стремится к отметке в 35 градусов. Даже в таких условиях белорусские гиревики установили пусть не мировой, но рекорд страны. Правда, для первого места в Кыргызстане этого оказалось недостаточно. Мастер спорта международного класса капитан Сергей Карпович пять раз становился первым на планете. Сегодня его лучший результат лишь третье место. Дышать тяжело. Первые три минуты работаешь легко, а потом как будто перекрыли кислород, мышцы начинают окисляться, сказывается высокогорное давление. Нам бы еще недельку, и мы бы показали. А это уже кадры рукопашного боя. Белорус Владислав Елисеев проводит схватку за третье место и в буквальном смысле вырывает победу у соперника. До этого мой лучший результат – первое место на вооруженных силах Республики Беларусь. Есть к чему стремиться, есть над чем работать. Как и Владислав, большинство участников соревнований из Беларуси – непрофессиональные атлеты. Занятия по военно-прикладным видам спорта сочетают со служебной деятельностью. Привозят сюда довольно-таки серьезных спортсменов. Ребята наши показывают еще отличный результат. В нынешних соревнованиях установлены рекорды Республики Беларусь. То есть по этим результатам мы видим все-таки, что тенденция роста имеется. Ты просто подготовлен к бою в любых климатических условиях. Сейчас доказала наша даже полоса препятствий единая. Ну, это 5 секунд, мы где-то каждый из нас потерял. Но это приятно, когда у человека развиты все, гармонично все физические качества. Сила, быстрота, выносливость, ловкость. В комплексе все эти качества и проверяются военно-прикладным многоборьем. 100-метровка, метание гранаты, бег на 3 километра, подтягивание и полоса препятствий. Полоса препятствий – один из самых сложных элементов многоборья. Но именно в Кыргызстане есть еще и своя особенность – это песчаный грунт. Ходить по нему тяжело, не говоря уже о том, чтобы бегать. Поэтому здесь спортсмены теряют драгоценные секунды. Хочешь быть слабым, не тренируйся, мне говорил тренер. Здесь легких видов не бывает, если честно. Здесь каждый вид надо делать, и это многоборье. Тут надо каждый вид. Одним видом ты не выиграешь. Тут много, и тут надо везде себя проявить. Многоборье становится решающей дисциплиной при определении сильнейших. Наши армейцы завоевывают здесь сразу три золотые награды. Всего же в копилке национальной команды 19 медалей. Очередная встреча спортсменов пройдет через два года, когда чемпионат примет Астана. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова